В каждом городе сидел князь, и каждый из князей менялся раз в несколько лет. Но бывали и такие, кто правил по полвека к ряду. Некоторых не брали ни болезни, ни старость, ни нож, ни друга. В свои 12 лет я знал имена и отчества примерно 50 князей, сидевших по берегам Семирек, от Серпухова до Можая. На самом деле их было больше, под три сотни, но я всех не помнил. Это было неинтересно. Всех нельзя, как один, строили крепости, собирали и выкупали у людей лесные камни, валили и вывозили из лесов сожженные бревна, возводили дома, вокруг городов, башни и стены, копали рвы и поднимали насыпи. И спокойные годы до любой древодел или каменотес мог прийти на княжий двор и получить работу с хорошей платой. Очень любили мы строить и умели, и сейчас любим и умеем. Прекрасное это дело, от него никому не бывает вреда, одна только польза. И строили в моем народе много, и вся моя жизнь прошла под стук топоров. Придешь, бывало, в город, где три года не был, а там новая башня или новая стена, свежее дерево издалека сияет, словно золото. Еще лучше жилось оружейникам и кузнецам. Каждая кузня находилась под особой защитой князя и выполняла только его уроки. Князь давал металл, князь забирал готовые изделия, князь платил щедро и без обмана. Князь или не князь, а ежели обманешь кузнеца, однажды в бою клинок в твоей руке сломается пополам. Не успеешь оглянуться, как сядешь за стол отцов. Но, повторю, если ты не был ремесленным умельцем, если мирно пахал земли или охотился на звери, ты легко обходился без князя. Можно было, например, промышлять рыболовством на каком-нибудь глухом притоке, всю жизнь тянуть из воды жирных щуп, ловить раков по затонам, завести жену, детей, внуков, коня, собак, дом поставить. И никогда не увидеть перед собой никакого князя, и не платить ему никакой веры. Могу сказать одно. Город Рязан на берегу Аки, между лесом и степью, был тогда главной столицей известной мне части земли, средоточим человеческого могущества. И слава рязанских князей гремела всюду. Рязанские князья вели свой род прямо от щуров и пращуров. В рязанских князьях текла великанья кровь. По крайней мере, так говорили. Однажды древние люди собственноручно собрали из великаньях масло в костяную скамью и посадили на нее первого рязанского князя именем Акил. Ходили слухи, что костяная скамья имеет высоту в два человеческих роста. И вся сплошь обмотана великаньями жилами, склеена великаньями желчью и обмазана великаньями кровью в дюжину слоев. И воня той скамьи такая, что сам князь сидеть на той скамье может только самое малое время. И оттого все собрание, редилище в доме рязанских князей происходит очень быстро. Иначе собравшиеся не выдерживают с киверного духа и падают замертво. Проверить такие роскости я не мог, в Рязани не был отродясь и вообще в дома князей старался не заходить. Честно признаться, меня никогда не тянуло в ту сторону, где власти привилегии, там и без меня тесно. А я всегда хотел быть сам по себе и ни от кого не зависеть. И не угождать никому, кроме красивых женщин. Главное было понимать, что сам я никогда не стану князем, даже если очень захочу. «Князь раздается от князя, как медведь от медведя, как рысь от рыси, как пчела от пчелы, как рябина от рябины. Родился бы девкой, может, чаще думал про князей, мечтал бы. Вот, однажды приедет, полюбит, посадит на коня и увезет. Такие случаи известны. Но я родился глумилой, от отца глумилой и не жалею. На том закончу про князей. В моем рассказе их будет мало. И тех, кто слагает песни про подвиги князей, всегда достаточно. А ты попробуй сложи песню про простого человека». В таком духе я могу долго продолжать. Но я сейчас прочитаю свой самый любимый отрывок. Дело в том, что эти отрывки специально подготовлены для чтения. Текст немножко видоизменен. Но повторяю, что законы, по которым устный сказ строится, они отличаются от литературной речи, как вы понимаете. В устной речи больше важна энергия, исходящая от говорящего, чем, собственно, смысл. Это известный феномен или феномен, не помню, как правильно. Но, тем не менее, три персонажа, три шута были наняты в Рязани для того, чтобы справить праздник. Играли, пели, жгли костры, дыгали через костры. И вот за свой труд эти три шута получили от рязанских князей плату и решили уйти из города. А перед уходом решили зайти в пятийные заведения. Мы с вами не знаем, были ли такие заведения в третьем веке нашей эры, но я решил, что это не повредит. У входов кружало, на утоптанной нечистой земле валялись трое или четверо тех, кому уже хватило. Дверь болталась на одной петле. Митроха толкнул локтем и вошел первым. Внутри воздух словно сперли, воняло горелым жиром, колебала случайная пламечка, густой многоголосый храп заглушал прочие звуки. На полу в повалку лежали упившиеся, в чувстве и без него, ни один не мог держать спину прямо, кроме самой хозяйки-кабачицы. Очаг уже был потушен, в дымник задумало ночным ветром. На стенах не сели доски, изрезанные сложными рунными ставами, я не мог разобрать ни одной надписи. Здесь мы втроем сели за стол и сдвинули головы. Кирьяк выплюнул одну из двух монет и отдал мне, а я в свою очередь точно так же спрятал ее во рту. — С наживой не уйдем, — прошитал Митрох, — за ворота выпустят, но догонят по дороге. Деньги отберут, а сам их переломают. — Убежи им, — сказал я. — Вы-то убежите, — ответил Митрох, — а я куда? — Я старый, я за вами не успею. — Останься тогда здесь, — предложил Кирьяк. — Мы с деньгами убежим, а ты завтра утром пустой выйдешь и нас догонишь. — Нет, — возразил я, — так не можно. — Мы ватага, мы своих не бросаем. — Пересидим тут, завтра с позоранок уйдем все трое. Мы переглянулись молча. От длительных раздумий нас избавил наш чернобородый преследователь. Он вбежал, широко распахнув перед собой дверь, сощурился, увидел нас, на миг окаменел, затем глаза его сверкнули, и он молча вышел столь же поспешно. Конечно, он понял, что мы его заметили. — Выследил, — сказал Кирьяк, — теперь подмогу приведет. — Нет, — сказал я, — не может быть, нас трое у нас ножи. Что же они за половину серебряной гривны устроят резню внутри города? — Можешь не сомневаться, — сказал Митрох, — я бы устроил. — Тут князь есть, охрана, тут порядочек. Взразил и подумал, зря возражал. Какой князь, какой порядочек? Князья летом в походах, вирус собирают, и охрана вся с ними, а в городах оставляют малый отряд. — Э, — сказал я, — ты, Митроха, просто бздун. Тебя слишком часто били. Тебе везде чудятся сломанные пальцы и отобранные деньги. Никто нам ничего не сделает. В крайнем случае мы с ним вдвоем, — я ткнул пальцем в Кирьяка. — Положим любых пятерых. По взглядам Митрохи мой друг Кирьяк значительно кивнул и для придания веса своему ответу хлопнул меня под плечу ладонью. Здесь, добавил я, — всякое лучше, чем ночью на пустой дороге. Порешили остаться в Кружале и ждать до утра. Отдали полкуны лысых за горшок вареной свинины и шесть ковшей яблочной браги. За такую цену в моей родной селитьбе можно было три раза пропить все родовое хозяйство. Жаль было втридорого платить за скверную еду и выпивку, когда в нашем собственном лесном стане в двух часах пешего хода нас дожидала всевозможная дармовая снеть, но делать было нечего, мы уплотили, поели и выпили. Вокруг валялись и храпели полуголые, мокрые от пота пьяницы, схлипывали, скрикивали, что-то бормотали, стонали. То один, то другой приподнимался и неверной рукой норовил пошарить на ближайшем столе, но ни одна посудина ни на одном столе не стояла прямо, все было опрокинуто, перевернуто, разбито и разлито. «Посмотри», — я показал Митрохи на стену, «что за руны такие? Не могу разобрать». Дед глянул, сощулив глаза. «Это не руны», — ответил он, — «рамейская грамота». «Очень трудно освоить. Каждый знак означает не целое слово, а только его часть. Чтобы собралось одно слово, надо прочитать весь став и понять все знаки погреб. А ты умеешь?» «Более-менее». И что здесь сказано? Митрохи повторно пригляделся, наморщив бледно в веснушках лоп, и шевел губами. Здесь сказано, что Бог един. Кирьяк, глотнувший сей момент браги, поперхнулся. «Бог не может быть един», — значительно сказал он. «Никто не может быть един. Так не бывает. Бледи на нас, съедим оба трое, втроем веселей, а богам еще веселее. Их много». «Ромея», — сказала Митроха, «живу за морем на краю земли. Они не как мы, вообще другие. Они верят, что Бог един». «Дурень ты», — печально сказал Кирьяк. А я думал, серьезный мужик. «Если Бог един, кого он йод?» «Никого не йод», — ответил Митрох. «И как же он без бабы обходится? Вынимает причиндалы, сам себя тешит?» «Нет у него причиндала». «У Бога нет причиндала?» «Нет, но сын есть». Кирьяк обвел меня и Митроху саловыми глазами. «Хорош Бог, никого не йод, причиндала нет, а сын есть». «Да». «Оцелкой бабы из смердов». «Из смердов? Что же он за Бог, если паял простую бабу? А мог бы княжью жену или дочку? Кого угодно». Митроха поднял ладони в мирном жесте. «Это Вера Ромеев. Они думают, что Бог не сам паял ту бабу. Бог пустил особый ветер, и от того ветра невинная девка понесла Божьего Сына. Имя Его Крест. Он умер, а потом восстал из мертвых. Восстал из мертвых? Так он упырь, что ли? Не упырь, Божий Сын. «Э, ты сам-то веришь в такое? Сидит один Бог и воет от тоски. Паять некого, поговорить не с кем. Единственный Сын – и тот упырь. Он не упырь, а Сын Бога. То есть нелюдь? Нет, человек. Ничего не понимаю, – недовольно сказал Кирьяк. То ли нелюдь, то ли человек, то ли упырь. От ветра зачат. Такое придумать враги мало. Тут что покрепче надо? Это не придумано, – твердо сказал Митроха. Это было на самом деле. Есть много людей, они своими глазами видели. Божьи его сына прибили гвоздями к столбу. Он помер, потом восстал и пропал. Больше его никто не видел. Гвоздями к столбу за что? За разговоры. А кто прибил? Сами они и прибили, Ромеи. Сами прибили и сами поверили. Митроха кивнул на стену. Так написано. А если написано, нельзя не верить. Люди всякое ненужное записывать не будут. Пишут только самое главное. Ладно, а зачем такое писать здесь, в кружале, на стене? Дед Митроха улыбнулся. А где такое писать на трябище? На княжьих воротах? Только в кружале. На том спор иссяк. Брага была кислая, но крепкая меня забрала. Я слушал, как Кирьяк, тоже сильно захмелевший, рассказывает мне, чертя пальцем по липкому столу, как можно безопасно и быстро ограбить дом Велебора и вынести серебро, которого там, судя по всему, столько, чтобы пятером не поднять. Я слушал и не понимал ни слова. Темный зал, пропитанный кислой, пьяной тоской, вращался вокруг, как будто на мой хребет был насажен весь мир со всеми его богами, людьми, зверьми, упырями и оборотнями, мавками, ведьмами и лишаками. И я, почувствовав знакомый позыв, стал постукивать ладонью по столу и завел песню. Она сама собой складывалась в груди и в горле. Кирьяк замолчал, послушал, потом стал хлопать вдоль и хрипло помогать с припевом. Мы с ним, как нетрудно догадаться, давно спелись. Больше мне не наливайте, не трогайте, отстаньте. Хотите убить, сначала поймайте, но больше не наливайте. Глубже, глубже копайте, еще глубже копайте, но больше не наливайте. Хотите убить, сначала поймайте, а теперь не трогайте и больше не наливайте. Ничего, ничего не давайте, хотите бейте или врабы продайте, все равно утеку, так и знайте. Хотите хулой лайте или стрелой стреляйте, но только больше не наливайте. Хотите байки байте, хотите сажалом сажайте, купите, хотите даром отдайте, но только теперь не трогайте и больше не наливайте. Митроха не стал подпевать и подстукивать, но молчал так, что было ясно, он с нами, внутри песни тоже. Несколько лохматых голов поднялось, мятые мутноглазые морды обратились в нашу сторону, и даже кабачица вышла из своего закута, убедиться, что гости не бьют друг друга, не режут и не грабят, а только поют. Спасибо большое!